Рассказ Николая Носова. Метро. Мы с мамой Вовкой были в гостях у тети Оли в Москве. В первый же день мама и тетя ушли в магазин, а нас с Вовкой оставили дома. Дали нам старый альбом с фотографиями, чтобы мы рассматривали. Ну, мы рассматривали, рассматривали, пока нам это не надоело, Вовка сказал. Мы так и Москву не увидим, если будем целый день дома сидеть. Стали в окно глядеть. Напротив станция метро. Я говорю, пойдем на метро покатаемся. Пришли мы на станцию, спустились по лестнице и поехали под землей. Сначала показалось страшно, а потом ничего, интересно. Проехали две остановки, вылезли. Осмотрим, думаем, станцию и назад. Стали осматривать станцию. А там лестница движется. Люди по ней вверх и вниз едут. Стали и мы кататься вверх и вниз, вверх и вниз. Ходить совсем не надо. Лестница сама возит. Накатались по лестнице, сели на поезд и поехали обратно. Слезли через две остановки. Смотрим. Не наша станция. Наверное, мы не в ту сторону поехали, говорит Вовка. Сели мы на другой поезд. Поехали в обратную сторону. Приезжаем. Опять не наша станция. Тут мы испугались. Надо спросить кого-нибудь, говорит Вовка. А как же ты спросишь? Ты знаешь, на какой станции мы садились? Не. А ты? Я тоже не знаю. Давай ездить по всем станциям. Может, отыщем как-нибудь, говорит Вовка. Стали мы ездить по станциям. Ездили, ездили. Даже голова закружилась. Вовка стал хныкать. Пойдем отсюда. Куда мы пойдем? Все равно куда? Я наверх хочу. А что тебе наверху делать? Не хочу под землей. И начал реветь. Не надо, говорю, плакать. В милицию заберут. Пусть забирают. Ну, пойдем, пойдем, говорю. Не реви только. Вон милиционер уже смотрит на нас. Схватил его за руку и скорее на лестницу. Поехали вверх. Куда же нас вывезет, думаю. Что теперь с нами будет? Вдруг смотрим навстречу нам. Мама с тетей Олей по другой лестнице едут. Я как закричу. Мама. Они увидели нас и кричат. Что вы здесь делаете? А мы кричим. Мы никак выбраться отсюда не можем. Больше ничего крикнуть не успели. Нас лестница вверх утащила. А их вниз. Приехали мы наверх. И скорее по другой лестнице. Вниз. За ними вдогонку. Вдруг смотрим. А они снова навстречу едут. Увидели нас и кричат. Куда же вы? Почему нас не подождали? А мы за вами поехали. Приезжаем вниз. Я говорю Вовке. Подождем. Они сейчас к нам приедут. Ждали мы, ждали. А их все нет. И нет. Наверное, они нас ждут. Говорит Вовка. Поедем. Только поехали они снова навстречу. Мы вас ждали. Ждали. Кричат. А вокруг всех хохочут. Приехали мы снова наверх. И опять поскорее вниз. Поймали наконец их. Мама начала оборонить нас за то, что ушли без спросов. А мы стали рассказывать, как потеряли станцию. Тетя говорит. Не понимаю. Как это вы потеряли станцию? Я тут каждый день езжу. А еще ни разу станцию не потеряла. Ну, поедем домой. Сели мы на поезд. Поехали. Эх вы, пашихонцы, говорит тетя. Искали рукавицы, а они за поясом. В трех соснах заблудились. Потеряли станцию. И вот так всю дорогу смеялись над нами. Приезжаем на станцию. Тетя посмотрела вокруг и говорит. Тьфу. Совсем вы меня запутали. Нам на Арбат надо. А мы на Курский вокзал приехали. Не в ту сторону сели. Пересели мы на другой поезд. И поехали обратно. И тетя больше уже не смеялась над нами. И пашихонцами тоже не называла.